Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества. Число отдавших своей жизни людей невозможно установить даже приблизительно. Счет идет не на десятки, на сотни тысяч погибших. Но тогда, 75 лет назад на Волге, ход Великой Отечественной был переломлен. 2 февраля полугодовое кровопролитие завершилось сокрушительной победой советских людей. Немцы не выдержали атаку нашу и отошли на 20 километров. Но в то время нам дали они такую характеристику. Солдаты с мушками ползут, как люди, ничего не боятся. Петр Федорович Колбаков – один из тех, кто испытал на себе тяжесть военных лет. Участник боевых действий под Сталинградом. Не дошел до Берлина в мае 1945-го, вместе с однополчанами был в 80 километров от него. Сегодня ветерану 94. Когда пришла война, ему было 19. Но о плохом предпочитает не вспоминать. Воспоминания, вот я сейчас смотрю, значит, что мне уже 94 года, и что я сегодня живу, разговаривать с вами – это мое большое счастье. Прошли годы, а не меркнущая слава защитников Сталинграда живет и будет жить вечно в памяти народов всего мира, как самый яркий образец и эталон мужества, доблести и героизма советского народа. Для нас, для жителей города Беста, для белорусов, которые испытали все тяготы этой войны, находились в оккупации, вот эта победа, которая ковалась в Сталинграде, она поддерживала наш дух и для нас была очень важной. Мы вместе, россияне и белорусы, и белорусы собираемся здесь и вместе вспоминаем те годы, как мы вместе сражались руку об руку. И, наверное, действительно, это надзидание нашим молодым поколениям, что мы всегда были и будем вместе. Жизнь быстротечна. Ветераны уходят. Сегодня на Брещене их около 600. На территории Брестской и Гродненской областей сегодня проживает всего 17 белорусов, сражавшихся за Сталинград. И очень важно сохранить память о каждом участнике великих сражений.